вяжем шаль бактус соломоновые петли с капельками на мамочкином канале я начинаю мастер-класс по вязанию такой шали ее нужно вязать из тонкой легкой пряжи в видео уроке я буду вязать вот этот образец из пряжи vita smile 225 метров 50 граммах мериносовая шерсть шелк и акрил по своим ощущениям она очень похожа на известную пряжу vita brilliant может быть чуть больше блеска в ней очень приятная к телу а белый вариант я вязала из пряжи тоже фирмы vita merino soft стопроцентная мериносовая шерсть вы можете взять пряжу в районе 500-800 метров 100 граммах ту которая вам больше нравится по тактильным ощущениям или по внешнему виду можно взять и акрил кого устраивает или очень популярная пряжа lanagold 800 в этой части данного мастер-класса мы начнем вязать такую шарь вяжется она с пышными столбиками не каждый новичок с ними справляется поэтому в этой части я покажу небольшую часть начала а в комментариях вы мне отпишитесь подружились ли вы с этим узором как у вас начался процесс не отбила ли охоту вязать данную шаль дальше итак начинаем вязать начнем вязать цепочки из воздушных петель наберем 6 воздушных и замкнем в кольцо соединительной петелькой в первую воздушную в начале каждого ряда будем набирать 4 воздушных петли в принципе вместо них можно вытянутую петельку сделать и все дальше в колечко делаем 5 вытянутых петель накид вкалываем в колечко вытаскиваем ниточку на всю высоту этих четырех воздушных опять накид второе вытягивание придерживаем кто не вязал еще такие пышные столбики накид третье вытягивание придерживаем накид четвертое вытягивание все одинаковые по высоте петельки дальше накид держим пока этим пальчиком теперь вот эту ниточку держим протаскиваем через все петли на крючке дальше вставляем в ту петельку которую мы держали и провязываем туда как столбик без накида вот таким образом будем вязать пышные столбики один пышный столбик связали дальше 5 воздушных и туда же вяжем второй пышный столбик он будет парой вместе с этим накид вытянули накид вытянули 2 накид вытянули 3 накид вытянули 4 накид вытянули 5 накид придерживаем протягиваем через все петли на крючке потом вставляем в ту петельку которую держим и провязываем туда столбик без накида вот пара столбиков первый ряд самый сложный потом будет уже проще провязывать дальше мы делаем соломоновые петельки вытягиваем петлю захватываем нить протаскиваем и тоже придерживаем вот эту ниточку теперь вставляем крючок туда куда придерживали и провязываем столбик без накида первая соломоновая петля на такое же расстояние вытягиваем опять захватываем ниточку провязываем вставляем в петлю и провязываем столбик без накида 2 соломоновых петли это соломоновые петли которые будут соединять такие пары вот это одна пара у нас пышных столбиков сейчас вяжем туда же первоначальное кольцо вторую пару таких пышных столбиков первый столбик из пяти вытягиваний 5 воздушных второй столбик из пяти вытягиваний провязываем и закрепляем получилось две пары первая пара между ними 5 воздушных вторая пара между ними 5 воздушных между парами 2 соломоновых петли будем сейчас вязать третью пару и опять свяжем 2 соломоновых петли 1 2 и вяжем опять же в первоначальное кольцо еще пару пышных столбиков вот что получилось 1 пышный столбик 5 воздушных 2 пышный столбик пара две соломоновых петельки 2 соломоновых петельки 2 пара между ними 5 воздушных 2solомоновых петельки и третья пара между lobbying 5 воздушных закончили первый ряд второй ряд начинаем точно также с 4 подъемных воздушных можно просто вытянуть петельку как хотите поворачиваем вязание и теперь под пять воздушных делаем опять вот эту пару накид вкалываем вытягиваем 1 2 3 4 5 провязываем закрепляем первый столбик пары 5 воздушных про пышные столбики идет речь и туда же под дугу из 5 воздушных второй столбик пары провязываем и закрепляем у новичков может быть пышные столбики не сразу будут получаться но попробуйте несколько раз и получится дальше опять соломоновые петли одну вторую соломоновые петли тоже будут идти парами две связали и теперь средний узелок между двумя соломоновыми петлями предыдущего ряда делаем столбик без накида прямо вкалываем туда в этот узелок и провязываем столбик без накида вторую пару соломоновых петель 1 старайтесь на одинаковую высоту вытягивать соломоновые петли и пышные столбики 2 и теперь пришла пора над второй парой столбиков пара у нас скреплена всегда пятью воздушными вот следующие пять воздушных тоже связать пару столбиков пышных вот первая пара вторая пара провязана осталось вот эту третью пару провязать но до них еще нужно сделать соломоновые петли 1 2 первая пара соломоновых петель в узелок между петлями предыдущего ряда провязываем столбик без накида и вяжем вторую пару соломоновых петель и довязываем последнюю пару пышных столбиков соединенных пятью воздушными вот такая история теперь мы всегда будем вязать пару пышных столбиков над парой пышных столбиков предыдущего ряда и будет у нас исходить три таких луча а между лучами мы будем провязывать узор из соломоновых петель и капелек висящих на них на этом данную часть я заканчиваю жду ваших комментариев подружились ли вы с этим узором а следующей части я покажу как вязать эту шаль дальше спасибо за внимание оставайтесь мамочки нам каналом пока